6 класс, 14 серия. Решение задач. Сколько существует четных трехзначных чисел, кратных 35, но не кратных 210? Итак, четные кратные 35. 2 умножить на 35 – 70. Значит, числа должны делиться на 70. Давайте рассмотрим все такие трехзначные числа. Таких чисел будет 13. Вот они записаны. Вот эти числа, которые делятся на 70. То есть и на 2, и на 35. Надо исключить те, которые кратны 210. Значит, 4 числа надо исключить. 13 минус 4 получится 9. Ответ – 9 таких чисел. Задача вторая. От пункта А до пункта В пароход идет на 15 минут больше, чем катер. Скорость катера – 50 км в час, а скорость парохода – 40 км в час. Надо найти расстояние от А до В. Давайте обозначим за х. Пароход со скоростью 40 км в час проходит это расстояние вот за такое время. И у него время больше, чем у катера, потому что катер идет быстрее. Время в пути у катера х делить на 50. На 15 минут. Время у парохода больше, чем у катера. 15 минут – это 1 четвертая часть часа. Решая это уравнение, находим значение х. Х равен 50. 50 км расстояние от А до В. Значит, расстояние 50 км. Задача третья. Найдите наибольший общий делитель чисел 2400 и 720, используя алгоритм Эвклида. Наибольший общий делитель у этой пары чисел будет точно такой же, как у пары чисел, где одно из чисел 720, а другое – разность между этими числами 1680. Теперь опять можно большее число отбросить и вместо него записать разность. Значит, тогда получится пара чисел 720 и 960. Теперь опять из большего надо вычесть меньшее. Это получится 240. Ну, а теперь можно заметить, что одно из этих чисел делится на другое. Значит, в таком случае наибольший общий делитель – меньшее число. Ответ – 240. Задача четвертая. В школе 60 учеников. 20 занимаются в фотокружке, 25 в хоре, 15 спортом, 10 ребят занимаются в фотокружке и в хоре, в хоре 5 спортсменов, в фотокружке 5 спортсменов, 3 спортсмена посещают и фотокружок, и хор. Сколько учеников не занимаются ни в одном из этих кружков? Так, давайте решим задачу на диаграмме. Так, посещают все 3 кружка, 3 человека. Известно, что в фотокружке 5 спортсменов. Там, где фотокружок пересекается со спортом, должно быть 5 человек. 3 уже отмечено, значит, здесь будет двое, а всего 5 в области пересечения. В хоре тоже 5 спортсменов. Так, значит, здесь тоже надо записать двойку. В фотокружке 10 ребят из хора. Значит, здесь надо записать 7. 7 плюс 3 – это 10. 20 человек занимаются в фотокружке. Значит, только в фотокружке будет 8. Вот так, чтобы при сложении всех этих чисел получилось 20. Так, в хоре 25. Значит, здесь будет 13. Так, только спортом будет 8. Так, записываем 8. Если сложить все эти числа, получится 43. Значит, 43 человека занимаются в каком-то кружке. Вопрос, сколько не занимаются? 60 минус 43 получится 17. 17 не занимаются ни в одном из этих кружков. Задача пятая. Сколько треугольников можно найти на картинке? На картинке есть треугольники, которые состоят из одной части. И таких треугольников будет 8. Показываю внутреннюю область каждого такого треугольника из одной части. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. 8 из одной части. Есть треугольники, которые состоят из двух частей. И таких треугольников будет 5. Давайте посмотрим, какие состоят из двух частей. Первый состоит из двух частей. Второй. Третий. Четвертый. Я показываю две части, из которых состоит треугольник. И пятый из двух частей. Кроме того, есть четыре треугольника, которые состоят из трех частей. Так. Вот три части одного треугольника. Три части другого треугольника. Три части третьего из трех частей. И три части четвертого. Так. Вопрос. Сколько всего? Значит, восемь из одной части, пять из двух частей, четыре из трех частей. А всего получится семнадцать. Ответ. Семнадцать треугольников можно найти на картинке. Так. Семнадцать трех частей. Так.